Это Русский Космос. Здравствуйте! По итогам зрительского опроса, проведенного в начале этого года, программа «Космонавтика» телестудии Роскосмоса, выходящая на канале «Россия-24», стала лауреатом конкурса за лучшее освещение аэрокосмической тематики в средствах массовой информации. Ну а одним из лучших журналистов, освещающих космическую отрасль России, признана специальный корреспондент телестудии Роскосмос Наталья Бурцева. И сегодня она гость нашей студии. Привет, Наташа! Привет! Я поздравляю от всей души. Я очень рад, что вот именно такой результат этого опроса и такой результат этого конкурса. Ну и наблюдая все своими глазами на протяжении уже достаточного времени, все равно остается один вопрос. Когда ты делаешь свои материалы, ты все-таки становишься чуть-чуть космонавтом? Невозможно заниматься любимым делом, не любить его и не хотеть, не желать приобщиться к нему и быть частью его. Поэтому любой человек, который любит какое-то дело, которое он делает, он хочет пойти до конца, мне кажется так. Безусловно, я мечтала, я с детства мечтала. Это звучит банально, я понимаю, но жизнь, она такая разная. Бывают разные ситуации. И мечтаю сейчас, без мечты невозможно. И по большому счету я бы, конечно, хотела быть как эти ребята, которые покоряют космос, как космонавты, как астронавты, те, кто прошел этот путь и достиг вершин космических. У всех, кто работает на телестудии «Роскосмос», когда возникают вопросы о том, как должно быть по правилам, что должны делать космонавты, какие работы выполняют технические службы, все всегда говорят, идите к Бурцеву, и она все знает. Мечта мечтой. А с чего конкретно начиналась твоя космическая журналистика? Я вообще увлеченный человек, увлекающийся. Поэтому тематики для меня были разные. Я увлекалась спортом, я снимала спортивные программы, в горы ходила и покоряла многие другие спортивные, можно сказать, олимпы. Ну, конечно, это громко сказано. Потом я увлеклась медицинской тематикой и даже собиралась поступать в первый мед. Я пошла, получается, по медицинской журналистике, снимала о медицине, о врачах, о людях, которые преодолели какую-то боль и вышли из этого победителем. И вот волей судьбы получилось так, что я попала в телестудию «Роскосмос». Она уже существовала, ребята уже работали, и все так было интересно и хорошо. И вот я даже сейчас поймала себя на мысли о том, что, по большому счету, мне всегда хотелось снимать о людях, которые что-то преодолевают, куда-то идут и становятся победителями. Поэтому, наверное, я и осталась здесь, потому что там вот вроде казалось бы канал-канал-канал, а тут приходишь в студию, это не канал, это немного другое. Я думала, ну сейчас побуду некоторое время, поработаю, посмотрю, и нет. Не некоторое время, я думаю, что это любовь на всю жизнь и космос. Люди, которые в космической отрасли, космонавты, ракетчики, стартовики, все они люди, которых невозможно не любить, невозможно с ними не жить вот эту жизнь, не проживать каждый этап подготовки к пуску, каждый этап подготовки человека к полету. Поэтому космос, наверное, может быть, стал сейчас моей судьбой, моей мечтой, моей надеждой на будущее. Наташ, круг людей, причастных к космосу, он на самом деле ведь достаточно ограничен. Мы знаем всех космонавтов поименно. Ты каждый раз пишешь с ними интервью, и каждый раз вдруг получаются другие люди. Как это удается? Что? Ведь ты знаешь человека, казалось бы, очень хорошо. Но ты приезжаешь на интервью, вдруг появляется что-то новое. Как тебе это удается? Ну, просто знать человека по его биографии, потому что ты прочитал, где-то прочел, посмотрел. Ты знаешь, когда он родился, когда он там женился, что-что другое. А когда ты общаешься с ним напрямую, это совсем другой человек. Это живой человек, это личность, это колоссальная глыба такая, которую невозможно даже после одного, после второго интервью раскопать. У них раскрываются глаза, они открывают, можно сказать, душу, и влюбляешься. Я каждый раз приезжаю после любого интервью с космонавтом и думаю, ну все, вот этот самый лучший. Вот этот, ну просто, просто молодец. В следующий раз еду с другим общаться, думаю, ну как может быть? Этот такой же шикарный. Все по-разному говорят, все по-разному раскрываются, но каждый внутри имеет такую историю, такую колоссальную широту души, наверное. И плюс еще вот это время подготовки, которое они тратят к достижению своей цели, это ведь колоссальное время. Не каждый человек сможет идти планомерно все это делать, готовиться, оставаться при этом человеком, не роботом, продолжать мечтать и продолжать раскрываться людям. Ведь любому человеку проще в коробочку закрыться и сказать, не трогайте меня, я занимаюсь важным делом. А вот когда ты начинаешь общаться, раскрывать его и понимаешь, что там внутри такой мир, такой мир, ну вот я говорю Вселенная, и каждый из них, общаясь с космонавтами вот первого набора, это вообще просто люди, ну они, во-первых, люди другой формации, они совсем у них по-другому, они мыслят, они, может быть, более академичные, что ли, не так, как наши вот молодые, с которыми мы иногда там вот так вот, привет-привет, здравствуй, там уже немножко по-другому, но и они в душе остались мальчишками. Когда им даешь даже возможность поиграть, у меня была такая ситуация, когда мы Волынова и Шаталова хотели на их юбилей сделать материал, юбилей стыковки был. И мы пригласили их вместе, они сначала не знали, что они будут в одном месте, будут вдвоем, мы будем снимать, общаться. Мы пригласили их примерно в одно и то же время. Один немножко задержался, второй чуть пришел пораньше, и они, когда увидели друг друга, это вообще получилось. Мы им дали немножко тон игры, и они как пошли вспоминать все это, как начали обниматься, целоваться, и потом, а помнишь вот это, а вот это? И они вот как машинки пустил им, и они начали кружить, вертеть вокруг этого аппарата, и сами уже его ищупали, а членорез, хотя все уже знают. И заново раскрывается, заново рассказывают, заново переживают эти моменты. У нас уже съемочный процесс закончился практически, их нельзя было остановить. Время уже вышло, уже все, уже музей закрывается. Они продолжают и продолжают. Я тебя поздравляю, поздравляю. Я тебя сегодня селетом поздравляю. Спасибо, мой дорогой. Наконец, оба в космосе. 40 лет промелькнули, как один день. Самая сложная на тот момент операция в космосе, первая стыковка многотонных кораблей при скорости 30 тысяч километров в час, стала очередной победой в советской космонавтике. Каждый раз, когда я начинаю обсуждение, эмоции возвращаются у человека, память предоставляет вам все в красках, поэтому становятся ладошки мокрые. Это был очередной этап советской лунной программы. Без навыков стыковки кораблей в космосе с Луны невозможно вернуться. Никто еще не мог и не состыковал два пилотируемых объекта. Не удавалось это. Ведь такая программа была запланирована в 1967 году, когда взлетал Владимир Комаров, которая закончилась катастрофой. Но программа-то ведь была именно такой же. Она не выполнена была. Первым 14 января 1969-го на корабле «Союз-4» в космос отправился Владимир Шаталов. Через сутки стартовал «Союз-5» с Борисом Малыновым, Евгением Хруновым и Алексеем Елисеевым. Я на борту орбитального отсека внутри написал «Добро пожаловать». Это первое «Добро пожаловать в космосе». Тогда на высоте свыше 200 километров над Землей встретились два Советских Союза. Командиры оставались на местах, а космонавты Алексей Елисеев и Евгений Хрунов перешли из «Союза-5» в «Союз-4» через открытый космос. Центральное телевидение транслировало это в прямом эфире. ТАСС заявила на весь мир. В космосе первая экспериментальная космическая станция. Сегодня, встречаясь в «Звездном», по-прежнему они с юмором и улыбкой вспоминают события 40-летней давности. Для них это личные воспоминания. Для всех нас героическая история покорения космоса. Положим вот так цветочки. Это вот такие радостные моменты, когда открываешь для себя людей, которых, казалось бы, хорошо знаешь, и они открываются, открываются, открываются. А что самое сложное? Что-то адаптировать, что-то перевести на обычный язык из того, что понятно в этом кругу. Что самое сложное? Самое сложное, к сожалению, иногда объяснить другим, тем, кто не связан с космосом, тем, кто не касается его. Не то, что объяснить, а дать понять, что это интересно. Не то, что дать понять, а сказать, почему. Почему космос? Просто о том, что это одна из составляющей нашей жизни. Некоторые люди, они настолько считают, что это должно быть параллельный тип, или боком, либо вообще этого не должно быть. Но для меня, по крайней мере, это самое сложное. Не сложно вникнуть в тему, не сложно понять устройство ракеты, не сложно понять еще какие-то технические вещи, потому что люди, которые этим занимаются, они желают тебе рассказать. Они каждый раз желают сделать это достаточно доступным, интересным для тебя, и понимают, что за тобой. Они видят в будущем материал, и видят зрителей, которые будут это смотреть. Слава богу, они нам доверяют. И это помогает каждый раз находить новые, новые, новые вещи. Ведь сколько раз я была и на вывозе ракеты, и на старте. Огромное количество. И казалось бы, ну что вывоз, ну что это? Нет, каждый раз находится что-нибудь новое. Там внизу ниша стартового сооружения, куда ракета устанавливается перед стартом. Допустим, я ракета, и я иду туда, где она будет установлена. Ракета опускается сюда в нишу на 4 метра и буквально садится на эти 4 железные и зеленые опоры. Так она простоит до самого пуска. В Звездном городке про Наталью Бурцеву ходят легенды. Парашютных прыжков больше, чем у космонавтов. В гидробассейне была, в невесомости работала, на площадках для выживания была. То есть это основной принцип пройти весь этот круг или это так обстоятельства складываются? Что больше всего запомнилось из вот этого вот круга? Я благодарна тому, что так складываются обстоятельства. Потому что получается так, что сначала снимаешь космонавтов в одной среде. Снимаешь, все хорошо, выживаешься с ними, общаешься. Они говорят, Наталья, а поехали с нами туда? Вот мы будем выживать. Приедете вы снимать? Конечно, приедем. Морские испытания на воде, зимние испытания. Всегда зовут. Они сами хотят, чтобы мы... Им нравится, что мы интересуемся. Им нравится, что это смотрят зрители. Им нравится, что об этом рассказываем мы в своей программе. И поэтому каждый раз они зовут, зовут, зовут и сами говорят. Ну, Наталья, ты типа шустрый. Слабо тебе прыгать там с нами с парашютом, поснимать нас? Ну, у нас вообще в шутку это зашло. Как-то некоторое время назад это еще Сережа Рязанский тренировался. Это он тогда. Они тренировались на другой дроп-зоне. Тогда не сложилось как-то, не получилось. Потом, что, слабо, что ли? Да нет, не слабо. И вот когда мы прибыли туда снимать, сама атмосфера, космонавты, общекосмическая подготовка, ребята, они прыгали, они были в теме, они вот вошли в этот парашютный раж. Я решила записать стендап. Взяла чистенький комбезик, такая я вся. Взяла парашютную систему, причем самую такую профессиональную, основательную. Нацепила на себя. Сзади меня стоит строй ребят, которые готовятся для того, чтобы сесть в самолет и идти на взлет. И я вдоль них иду и стендапчик читаю. Такая дельная, типа я к ним приобщилась. С собой в полет на борт самолета космонавты берут диктофон для того, чтобы вести репортаж о том, что происходит вокруг, какие ориентиры они видят на Земле. В дополнение к этому за 50 секунд свободного падения они должны решить достаточно сложную космическую карточку. Но уже когда парашют раскроется, у них появляется новое вводное. Пора суждать, например, о космосе и любви. Сколько сегодня прыжков? 70. Я не перепутал цифру. 70. 70. Хорошо. А теперь история с невесомостью. 21 секунда длится режим невесомости. Потом перегрузка. Опять 21 секунда. Те, кто записывается в отряд космонавтов, зачастую оказываются менее готовыми к подобным испытаниям, нежели чем телевизионный журналист Наталья Бурцева. Как все получилось? И собственные ощущения от этой тренировки? Не, ну сами ребята, они тоже, безусловно, молодцы. Это все по-разному. От вестибулярного аппарата зависит, конечно. Есть большие-большие умницы, но не складывается. А есть, когда вот все как к себе домой, говорят. Нас очень долго тоже проверяли психологическое. Они в ЦПК там тоже хитрые люди. Они сначала проверяют психологически. Они заставили нас собрать справки. И там, и сям. Все. Для того, чтобы, может быть, на какой-то этап мы могли отсеяться. Уже у них, у них даже в этом плане, если куда-то допускать ближе, уже тоже свой отбор. Но вот на тот момент тогда было, вот, журналисты другие, которые снимали, им было плохо, мы должны быть уверены, из-за вас нельзя посадить, будет самолет. Нас запугали до такой степени, честно, что мы, когда уже садились в самолет с оператором, мы засовывали в каждый карман пакетик, потому что нам сказали, нет, вас обязательно будет тошнить, вам будет плохо. Вы не понимаете, что такое длительная перегрузка. Я говорю, ну вот мы летали на самолетах, мы знаем, по большому счету, есть какие-то вещи. Оператор, который сам снимал, Слава Красаков, он погружается, многим из них и не снилось это вообще, в принципе. Мы говорим, мы готовы, мы все это, но они настолько у нас, это будет многократная действовать перегрузка, значит, это будет плохо. И мы настолько вот, первые несколько режимов, мы прям ждали, что вот сейчас, сейчас начнется. Прям думали вот, раз, шестая горка, седьмая горка, мы уже во все там снимаем, оператор там уже везде все делает, я тут тоже уже летаю, все вроде ничего. Поэтому мы даже не заметили. Нет, конечно, адаптация была к вестибулярному аппарату, конечно, это все непросто, но не так страшно, как нам объясняли. Может быть, поэтому все проще получается. И мы уже, когда закончилась десятая горка, уже все поздравляют друг друга, идут на посадку, они уже нас обнимают, уже вот так вот, меня уже как птичку эту из одного конца в другое вообще там кидали. Это было тоже очень забавно, интересно. Я уже думаю, вот, наверное, мне сейчас от этого еще станет хуже. мы приземляемся, нам ребята говорят, все отлично, давайте перекусим и пойдем еще. Мы такие, да мы запросто. Точно? Пойдете? Там некоторые уже в самолете отселились, кто был там, тоже летал. Мы говорим, пойдем, ну давайте. Ну, сейчас, говорит, вам будет еще хуже, потому что вы сейчас покушаете, сейчас вы нам точно покажете, чем вы сейчас поели. Нет, на второй раз еще все проще было и все замечательно. Мне очень там понравилось, я поучаствовала в подготовке космической в этой невесомости. У ребят есть 50 килограммов такая штука железная, 50 кг. И они передают, учатся в невесомости передавать грузы. Тяжелый груз, да. Ведь понятие, там 50 написано, как оно будет себя вести, это тоже надо прочувствовать, понять, как это тело будет двигаться. Они такие, Наталья, не нужен нам вес, иди сюда. Я сжалась в комочек, и они меня передавали из рук руки. Возвращаясь к разговору о том, что фильмы смотрят. Для нас было открытием, что действительно рейтинги перекрывают средние доли по каналу в два, в три раза зачастую, но еще больше открытием стала твоя поездка на Фарнборо, где выяснилось, что смотрят кино и смотрят программу не только в России. Ну, это было очень интересно, потому что мы с оператором снимали стенды, снимали-снимали, это уже был один из заключительных выставки. Все в процессе, и тут друг меня дергает за рукав оператора, говорит, вот этот человек что-то от тебя хочет, что-то говорит. и стоит человек с такими широко раскрытыми глазами, француз, и в перемешку начинает говорить, я тоже что-то сразу не поняла, вроде как английский учу, немножко там что-то понимаю, я такая, говорю, Кость, что он говорит? Да он говорит, что он твой поклонник. И я говорю, Костя, хватит смеяться. И тут стоит этот человек и говорит, автограф, дайте мне автограф. Мы начали общаться, выяснилось, что парень специально приехал из Франции, но он приехал на выставку Фармбара, и он все эти дни ходил по стенду Роскосмоса, но он не в первые дни решился подойти, как он потом рассказал, но он смотрит наш сайт, он смотрит нашу программу, он смотрит все наши выпуски, все наши фильмы, и я просто такая, у меня закралась даже такая мысль. Ну, наверное, посмотрел, сейчас подошел, мало ли чего. Я говорю, а какой был последний сюжет мой? И он мне, давай рассказывать. Я говорю, да, ты все смотришь. Он выяснилось, все смотрят наши выпуски, все наши сюжеты смотрят, и очень приятный человек, он учит русский язык, он фанат российской космонавтики, он старается быть настолько в теме, что это подкупает. Этот год в королевстве назван годом космоса, и в подарок от российской делегации на Туманный Альбион привезена модель ракеты-носителя «Восток». Отныне «Восток» всегда будет на фармарах. Ведущие предприятия, передовые технологии разработки будущего, поколение космоса у Британии на первом месте, встречи, подписание соглашений о совместной работе в павильоне Роскосмоса. Вчера мы встречались с господином Поповкиным, обсуждали планы нашего сотрудничества, проект «Экзомарс» и другие интересные проекты. Самые амбициозные планы освоения дальнего космоса у стран Европы совместно с Россией. Аппарат по изучению Красной планеты запустят в 2016 году. Россия предоставляет ракету «Протон», научная база совместная. Это изучение других планет, в первую очередь, это «Экзомарс». Вы сегодня видели, как коллеги благодарили Россию за то, что мы согласились участвовать в этом проекте и дали им как бы новое качество. А новое качество мы дали почему? Не просто потому, что мы ракету выделили, а новое качество мы дали потому, что у нас есть очень хорошая школа, у нас есть очень хорошие научные приборы. И, конечно, для них очень важно, что мы, в первую очередь, научный вклад свой внесем в эту программу. Главным стал обсуждение науки на МКС. Эксперименты в условиях невесомости важны для научного сообщества Европы. Интересно, что главы агентств впервые заговорили о создании заповедников на Луне и Марсе. Полноразмерный макет космического корабля «Спейсшит-2» на выставке публично за пределами Америки представлен впервые. Конечно же, этот самолет долетел до Лондона не своим ходом, но в будущем подобные межконтинентальные перелеты будут для него делом всего лишь нескольких минут. Сейчас он вызывает неподдельный интерес. Еще бы, именно ему предстоит стать первым регулярным коммерческим транспортным средством по доставке людей на орбиту. Вот она, мечта тех, кто сможет себе позволить полет в космос за 200 тысяч долларов. Пока это лишь разработки. Ныне же только Роскосмос может обеспечивать регулярные полеты на орбиту и поддерживать работу Международной космической станции. Астронавт Европейского космического агентства Роберто Витори знает передовые позиции у российской стороны. Он дважды летал на МКС на Союзах. Это очень хороший корабль, Союз. Я просто влюблен в него. Это абсолютно надежная машина. Я летал на нем, бортинженер. Летавшие знают, космос покоряется надежным и верным машинам. Сегодня более верной, чем проверенной временем русской космической техники, нет. Я заметила, если когда мы некоторое время назад, когда только начинали делать программу, в принципе, ну вот новостейную, до моего прихода начали делать, но я вот вошла активно как раз-таки в поточную такую работу. Мало кто, может быть, мало кто смотрел, мало каких откликов было. После этого появились другие программы, появились корреспонденты на других каналах, которые тоже захотели делать космическую тематику. Появились люди, которые знают космос, интересуются космосом. И как раз-таки это результат того, что они смотрят нашу программу, что она есть. И в час ночи смотрят, и в 8 утра, в понедельник. А что уж касается людей, которые связаны с этим, космической отрасли, то они всегда смотрят. Мы делаем потом сюжеты на диск, отвозим, это самый лучший подарок. В каждую поездку я стараюсь подобрать, потому что на Байконуре просто ждут сюжетов, которые мы делали, ждут дисков, они копируют, они своим детям показывают детскую программу. Нашу смотрят все дети, поголовно всех космодромов, Плесецк, Байконур, и это очень радует. Просто снимать о космосе это по-другому, это жить, снимать, делать потом сюжет, монтировать, это создать вот эту жизнь, чтобы человек, который посмотрел, любой, захотел там жить. Здравствуйте! Я дядя Боб. Кейдис Катрина дядя. Их всегда провожают целым семейством, родственники и друзья. Для американцев старт российской ракеты незабываемое зрелище, даже экстремальное в какой-то степени. Для россиян это волнительное событие. Ракета космического назначения стартового системы, потягивала от кружки, вертикальный положение. Муж, друзья, сын и плюшевый тигренок Хаб следили за Кэтрин Колман, не отрывая глаз. Эта игрушка была с Кэдди во время тренировок и наблюдала за жизнью экипажа. Перед самым стартом Кэтрин отдала тигренка своему десятилетнему сыну Джейми. Теперь плюшевая игрушка будет вместе с ней, как чисточка мамы, которая отправилась в космическую командировку на 150 суток. Тигра сначала купили в магазине, а потом он долго был у мамы. Теперь вернулся ко мне. Обычно суровый и сдержанный Дмитрий Кондратьев в этот день улыбался. Сбылась его мечта. 13 лет российский космонавт шел к полету. Его провожали только родители. По обычаю звездного городка супруга не приехала на Байконур. Возможно, от этого в его глазах грусть. Отец еле сдерживал волнение. Вместе с сыном он прошел весь этот путь к космосу. В день старта их пути разошлись. Семья космонавта знает, ждать сложнее, чем лететь. Ну, будем терпеть и надеяться, и будем стараться достойно это время пережить, ждать, радоваться. Мы будем жить радостно. Еще до старта у Александры, русской жены итальянского астронавта, возникла своя идея. Паула и Саша выучили язык жестов, который понимает даже их полуторагодовалая дочка София. Для этой семьи ни расстояния, ни отсутствие звука не страшны. Любые послания с орбиты будут доступны. У нас есть знак потрясающий. Мы научились его показывать все. Мы учим Софию языку жестов. И мы узнали этот язык. Жест «Я тебя люблю». «Я тебя люблю». На каждый свой жест Саша всегда получит ответ. Именно так Паула Несполи обещал отвечать с орбиты. Если так обстоятельства сложатся, как они почти сложились 15 лет назад, в 1997 году, когда всерьез говорили о том, что надо в космос отправить журналиста, чтобы он работал там полгода и помогал, не отвлекал космонавтов от основной деятельности. Нам же интересно, что там происходит. Нам важно, что там происходит. Так вот, если обстоятельства сложатся, полетим? Я полетела. Это безусловно. Я уже так же осторожничаю, как они, как космонавты. Я у них научилась. Все очень осторожно. Я надеюсь, что среди них найдется очень хороший, достойный человек, который будет вести эту трансляцию. Потому что это большое дело и прямой эфир со станции. Технически это все возможно. Нужно все это только делать. Это был разговор с лауреатом конкурса за лучшее освещение астрокосмической тематики в средствах массовой информации одним из лучших журналистов телестудии Роскосмос Натальей Бурцевой. Спасибо. До встречи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова